Здарова, ребята! Это не в погоне за играми. Это новая мини-серия под названием «Барахольщик». Я тут внезапно оказался в городе Котка, что в Финляндии, и увидел тут несколько интересных штук. По обыкновению залу вас с собой. Ролик будет не очень большой, но, надеюсь, интересный. Поехали! Давайте поясню, почему это не в погоне за играми, а всего лишь записки барахольщика. Укороченный и более узконаправленный формат. Связано это не с тем, что я обленился, как многие из вас могли подумать, а с тем, что делать погоню за играми из одной и той же страны больше одного раза мне кажется лишним. Но при этом, посещая страны, о которых уже был полноценный выпуск, мне частенько попадаются новые интересные покупки, которыми хочется поделиться. И записки барахольщика как раз об этом. Без лишних заметок гиг-путешественника. Когда мы ездили в Штаты, я делал большую ставку на флеомаркеты и даже не подумал загуглить комиссионки. Точнее подумал, но все никак не мог найти правильное их название. А если его не знать, нагуглить поможет только Чудо или Случай. Или канал Лэзи Гейм Ревьюз со своей серией Алджа Рифтс. Считайте, что именно ее я для этого шоу спер. Хотя с таким подходом все вообще друг у друга воруют. Вон в погоне за играми появились намного раньше Бэт Трип и пора валить. Но очень сильно сомневаюсь, что одни или другие посмотрели подвальчик и решили, «Во, сделаем так же». В Финляндии, кстати, я к своему удивлению наткнулся даже на Гудвилл. Но он был, к сожалению, закрыт, поэтому пришлось завистливо глазеть через витрину. И на этом, пожалуй, тему с пародией на LGR можно закрыть. В Финляндии мне в этот раз нужно было в город Котка, а туда прямые поезда из Питера не ходят. Поэтому мне пришлось ехать с пересадкой через город Коувола, где у меня было несколько часов, которые я собирался потратить на трапезу. Но внезапно, рассматривая карту города, мне на глаза попалось словосочетание «блошиный рынок». Само собой, как вы понимаете, приоритеты моментально изменились. Прошу прощения за не очень хорошую картинку в первой половине этого ролика, хотя я потом посмотрел, во второй она тоже не очень. Снимать я собрался в самый последний момент, и камера, конечно, как назло оказалась разряжена. К походу на второй блошиный рынок в самой Котке я исправлюсь. И его я, естественно, тоже нашел случайно, правда рассматривая карту уже более пристально, потому что догадывался, что он мог там быть. Блошиный рынок в Финляндии похож на американский флеомаркет, за одним единственным исключением. На нем нет кучи продавцов, стоящих возле своего товара. Все помещение поделено на ячейки, между которых ты спокойно ходишь и выбираешь интересующие тебя вещи. После чего спокойно оплачиваешь все на общей кассе. С одной стороны, такая система очень удобна, и продавцу весь день пасти свой товар не нужно, и покупателя никто не донимает. С другой, не поторгуешься, да и спорные ситуации в свою пользу никак не решить. Вот, например, коробка, на которой написано все по 2 евро. В ней я нашел третьего Тони Хока, но на нем написано не 2, а 10 евро. Ни на одном из дисков в этой коробке нет цены в 2, и логично, что это просто распродажа. Но хозяина нет, а сотрудник заведения уперлась, что цена 10, раз так написано на коробке. Типа кто-то просто сунул диск не туда. И да, я отвел ее к стеллажу, показал надпись, показал, что ни одного диска за 2 внутри нет, они все в разные цены. Но она просто включила джамшуты и повторяла. Да, кто-то не туда положил. В итоге я плюнул и купил его за 10. Поскольку это не специализированный магазин, обычно всякое старье здесь, вне зависимости от своей eBay цены, будет стоить одинаково дешево. Эти три игры я взял по 5 евро. Не то, чтобы среди них было что-то прям дорогое, цена каждой на eBay, учитывая стоимость доставки, около 10 баксов. Но то, что не пришлось переплачивать и ждать посылку, добавляет несомненный плюс вот таким покупкам вживую. Еще один блошиный рынок с нечитаемым названием мне попался уже в самом городе Котка. Я совершенно случайно увидел его на карте. Серьезно, то есть вот как гуглить вот это? Мне не совсем понятно. Я решил туда тоже зайти. Ну, как бы город, это так очень по российским меркам мягко сказано, потому что городок этот, я так понимаю, он пусть на карте кажется большим, но он разрозненный такой. Основной центр совсем маленький. В выходные после 4 часов тут ни хрена не работает. Я вот вчера так и не смог успеть туда сходить. До 16 часов, а я, наверное, только в 3 где-то был здесь, переложил на утро. Сейчас около 10. И тут все настолько разрозненно и с общественным транспортом в Европе достаточно проблематично. То есть, вот чтобы вы понимали, значит, поезд от Коулы до Котки стоит 3 евро. Это вот такое вот расстояние, ехать 45 минут. Я сейчас нахожусь в двух станциях от остановки Котка-Харбор. И между Котка-Харбор и станцией Киминлина, где я сейчас, точнее, от которой я уже шкандыбаю минут 20, ну ладно, вру, может поменьше, ехать на электричке на той же самой 9 минут, и поездка на ней стоит те же самые 3 евро. То есть, ну вот, как бы расстояние, да, я не знаю, может быть, это какой-то минимальный чардж, минимальный тариф. Автобус стоит 3,20 и ходит еще реже, чем поезд. В общем, конечно, без велосипеда или автомобиля передвигаться тут достаточно стрёмно, но я надеюсь, что мои, так сказать, утренние упражнения в спортивной ходьбе не пройдут зря. И мы сейчас найдем что-нибудь интересное на этом блошином рынке. В общем, я вас мучить не буду, и так уже тут что-то разговорился. Сейчас прямо туда вас перемещу. Зацените, короче, какая тема. В камеру хранения нужен 1 евро, чтобы ее закрыть. То есть, когда вы кидаешь туда монетку, да, и она закрывается, чтобы типа потом, если что, ключик не просрать. И у меня, в общем, не было мелких монет. Я подошел к чуваку, говорю, чувак, разменяй мне, пожалуйста, 5 евро, чтобы я мог монетку закинуть. Он говорит, чувак, да я тебе просто так дам. У меня нет слов. Ладно, погнали, посмотрим. В основном из ретро-игр тут попадаются диски для PlayStation 1 и PlayStation 2. Причем интересно, что на PS1 в 99% случаев на прилавке, то есть, простите, на полках будет лежать пиратка. Это меня сильно удивило. Откуда она тут в таких количествах, мне совершенно непонятно. Здесь мне попался интересный стенд с дисками. Для этого и предыдущих поколений консоли от Sony и Microsoft. Ну и немножко для Wii и PS2. Я так понимаю, что все самое интересное попадает сразу сюда, минуя полки непосредственных продавцов. На выходе я даже случайно узнал, что этот стенд принадлежит одному из продавцов данного заведения. Вот это я называю пользоваться служебным положением изо всех сил. Ценник не очень конский, но изначально эти диски приезжали на эту барахолку совершенно точно по другим ценам. Здесь мне попался еще один интересный артефакт. Я такого с 90-х не видел. Журнал постеров. Эх, сколько было испорчено обоев в родительской квартире. Расскажите, кстати, в комментах, кого и в каких количествах вешали вы. У меня, например, висела штук пять Бритни Спирс. Не, ну а че, она такой конфетой была, и ностальгирование по ней не мешало мне слушать Iron Maiden. Винил здесь тоже присутствует, но либо старый ширпотреб по несколько евро, я вон даже Юрия Антонова от «Мелодии» нашел, либо аккуратно сложенные, рассортированные в специальные пакеты хорошие пласты, но по соответствующей цене. Брать ничего не стал. Твои евро. Прям подшивка комиксов из 90-х. Блин, очень жаль, что на финском, а не на английском. Я бы взял хотя бы одну себе, блин, но это прям очень круто выглядит. Очень жаль. Вот эта полочка, пожалуй, единственное, что действительно заинтересовало по игровой тематике. Двенадцатая финалка у меня уже есть, хотя за 3 евро очень хотелось взять еще одну, может поменяться с кем-нибудь. Но в ней не было мануала. Бладрейн без мануала и платиновый четвертый Tekken тоже мимо. А вот Дордж оф Церберу с полным комплекте за 200 рублей абсолютно точно берем. Дордж оф Церберу Эта зараза и сюда добралась. Ну что, достаточно интересное место. В первую очередь меня, конечно, ну не то, что поразило, флеомаркеты я видел и побольше, но все-таки таких крытых рынков я раньше не видел, барахолок, точнее, а не рынков. И мне понравилось, что он достаточно большой, прилично больше того, что был в Коллоуле. Не то, чтобы прям очень много чего-то интересного для меня, в основном всякие шмотки, но вот помимо Дордж оф Церберу я взял еще очень странную штуку, я такую даже не видел. Спид челлендж Жака Вильнева за 3 евро, что-то же 200 с небольшим рублей. Я очень люблю всякую дичь. Выглядит это ну прям мега странно. Скорее всего, это одна из первых игр для PlayStation 2 какой-то вообще убогейшей графикой. Это очень интересно. Надо будет заценить. Про сетевые магазины рассказывать снова не буду. Я уже делал это в третьей серии Погони за играми. Если интересно, тыкайте в подсказку, ссылку в описании или на аннотацию в самом конце этого видоса. Там же будет и виниловый выпуск с живого канала, который, уверен, многие пропустили. Только отмечу, что в этот раз я попал на несколько распродаж и взял в призме Torment Tides of Numenera. Да, когда я найду на нее время, совершенно неизвестно, но не взять ее на диске за 10 евро мне показалось просто глупым. А в сити-маркете в коробке Outlet я забрал XCOM 2 за 15 и Quantum Break за 10. Игра хорошая, когда-нибудь все же куплю себе видик и перепройду ее еще разок. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, было интересно. Если вам нравится такой формат, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, если вы здесь сегодня вдруг впервые. И отписывайте в комментариях свои мысли. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok